Вариантов кофейных диет несколько. Например, итальянцы рекомендуют выпивать до 12 чашек капучино в день. То есть каждый час человек выпивает чашку этого напитка. В промежутках разрешается пить негазированную чистую воду. Один вариант. Другой вариант. Просто каждый час вы выпиваете чашку свежесваренного кофе. Но у данной диеты очень много недостатков и противопоказаний. Во-первых, мы должны знать вредные свойства кофе. Основных вредных свойств кофе. Их три. Первое вредное свойство. Это то, что кофе нарушает сон. Поэтому во второй половине дня кофе пить не рекомендуется. Второе вредное свойство. Это то, что кофеин, который содержится в кофейных зернах, может нарушить сердечный ритм. То есть может вызвать аритмию. Поэтому пациентам, страдающим с заболеванием сердца, эту диету категорически проводить нельзя. Третье вредное свойство. Это то, что кофе отрицательным образом действует на сосуды нижних конечностей. В частности, на вены нижних конечностей. Поэтому эту диету и вообще злоупотреблять кофе лицам, страдающим варикозной болезнью нижних конечностей и расширенным веном малого таза тоже нельзя. Но также мы должны знать, то есть как можно уменьшить вредные свойства кофе. Для того, чтобы уменьшить вот эти три основных вредных свойства, да, и еще, я не сказал, что повышает давление, поэтому лицам, страдающим гипертонией, кофе пить нельзя. Но для того, чтобы уменьшить эти вредные свойства, если нет гипертонии, если нет варикозной болезни и если все в порядке с сердцем, то уменьшить вредные свойства можно следующим образом, то есть добавив в чашку кофе щепотку кардамона или корицы. То есть вот эти два основных растения уменьшают вредные действия кофеина на организм. Вот поэтому кофе таким образом становится менее вредным. Итак, если вы решились, то есть можно попробовать. Да, вот такую схему, то есть каждый час выпивать свежесваренную чашку кофе, добавив туда щепотку кардамона либо корицы.